По-купецки называлась заметка, увидевшая свет на странице газеты «Волжское слово» осенью 1913 года. А рассказывалось в ней следующее. Дескать, 22 октября в 6 часов утра в управлении 3-й полицейской части явился купеческий сын Казанцев, потребовавший привлечь к ответственности артиста Сорокина. А мы с вами отправляемся в путешествие по Предтечинской улице. Встречайте! «Люблю игру в азартном клубе. Играл я раз на перепе. Пришел без шубы, вышел в шубе. И скрылся радостно в толпе». Улица Предтечинская поперечная. Наверное, это обстоятельство и стало причиной многих не совсем гладких историй и случаев, происходивших на ней сто с лишним лет тому назад. Хотя многие из этих историй кажутся похожими на анекдоты, но это только со стороны и спустя столетия с лишним. А вот какими они казались тем, кто оказывался внутри и рядом с ними, мы вам сегодня и расскажем. Итак, осенью 1913 года в управление третьей полицейской части обратился купеческий сын Казанцев, потребовавший привлечь к ответственности артиста ресторана «Аквариум» Сорокина. Мол, только что он провожал артистку этого ресторана Мурудину и, когда шел с ней по Предтечинской улице, встретил этого самого Сорокина, который избил его за то, что Казанцев был с Мурудиной. Однако, по словам Сорокина и Мурудиной, дело было совсем не так. Да, действительно, Казанцев с Мурудиной шли по Предтечинской улице и возле дома Кунина встретили Сорокина. Но Сорокин был не один, а с хозяйкой трупы Анисимовой. Когда две пары оказались рядом друг с другом, Казанцев громко, так чтобы все слышали, спросил у своей дамы, показывая на Сорокина, «Хочешь, я ему морду дам?» Услышав такое, Мурудина изменилась в лице и стала извиняться перед Сорокином и Анисимовой за некорректность своего кавалера. «Но тот разошелся! Да я, да я ему!» – продолжал кричать он, приближаясь к Сорокину. Тогда Сорокину пришлось защищаться, и он в самом деле поколотил разошедшего Сабуяна. «Остается дождаться, что скажут указанные Казанцевым свидетели», – резюмировала газета. А вот улица Предтечинская молчала, точно воды в рот набрала. Ну или не воды, а осеннего тумана, которого в октябре хоть отбавляй. А улица Предтечинская словно воды в рот набрала. Помалкивала она и о том, как 27 апреля 1913 года некто Гусев напал на углу Троицкой Предтечинской улиц на Фролова, которому нанес две ножевые раны в спину, после чего скрылся. Раненый был отправлен в больницу, где обе раны были признаны неопасными. А вот удалось ли задержать Гусева, об этом история умалчивает. Умолчала она и о том, что же, собственно, случилось в августе 1913 года в аптеке Греве на углу Саратовской и Предтечинской улиц, куда для оказания ему предварительной помощи был доставлен австрийский дезертир Роман Иванович Партицкий, которому вдруг сделалось дурно на улице. По доставлению его в аптеку Партицкий успел лишь сообщить, что он до сего времени был совершенно здоров и ничего ядовитого не принимал, а сообщив об этом, умер. Видала улица Предтечинская и не такое. И не только видала, но и за одним столом сидела и на вкус пробовала. И ничего не морщилась. Да и чего ради она будет морщиться, если сама никогда чужого не брала, а если кто-то был слишком доверчив и сорил деньгами направо и налево, то это его дело. Вот такую историю мы хотим рассказать вам здесь, на Предтечинской улице. Представитель варшавского охотничьего товарищества «Лихтерн», приехавший в Самару по торговым делам, заявил в августе 1913 года сыскному отделению следующее. Однажды вечером он пришел в Кухмистерскую Петербург, которая находилась на углу Предтечинской и Саратовской улиц, где и познакомился с музыкантами, служившими в этой кухмистерской. Музыкантом звали Михаил Волковицкий и Альфред Петерсон. И они производили впечатление очень интеллигентных людей. Отдыхавший от трудов праведных, «Лихтерн» предложил музыкантам выпить с ним по кружке пива, и они с удовольствием приняли это предложение. А вскоре к компании присоединились две дамы, которые тоже включились в распитие пива и в общие разговоры, которые продолжались здесь, в Кухмистерской Петербург. Так, за шутками и смешками, компания просидела до обеда. А после обеда все вместе уехали кататься на автомобиле Горелого на Барбашину поляну. После прогулки снова вернулись в Кухмистерскую, где поляк заказал ужин, и все вместе стали ужинать. На дворе уже смеркалось, когда гуляющие решили расходиться по домам. И вот тут-то одна из дам и предложила «Лихтерну» еще покататься с ней по городу. Мол, со мной не соскучитесь, господин хороший. Ну и что мы, дети, что ли, малые, чтобы спать ложиться? Нет, малым ребенком «Лихтерн» себя совсем не чувствовал. И с удовольствием принял это приглашение дамы. Но мы пока оставим наших любителей автомобильных прогулок и заглянем в винно-гастрономический магазин «Крылова» на углу Притеченской и Николаевской улиц. Здесь продавались вина русских и заграничных фирм, кондитерские и колониально-гастрономические товары. Стоимость бутылки вина начиналась от 20 копеек и доходила до сказочных цифр. Что, впрочем, не мешало владельцу магазина сообщать в рекламных объявлениях, что цены на все товары у него вне конкуренции. «Прошу убедиться лично», – зазывал магазин покупателей «Крылов». А мы, меж тем, возвращаемся к нашим любителям ночных автомобильных прогулок, которые в августе 1913 года, поздно вечером, вышли из Кухмистерской, Петербург и сели в поджидавший их автомобиль «Горелого». Напомним, автомобилей в 1913 году был в Самаре еще совсем немного, и шум автомобильного мотора все еще был сродни чуду на улицах города, который гораздо больше привык к цокунью копыт по мостовой. Прокатившись по городу, Лихтерн и его приятельница заехали в шашлычный Кавказ, где ими была сделана незначительная покупка – бутылка вина и кое-какая закуска. А вот после этого Лихтерн отправился в номера Сан-Рэма, а его приятельница забежала к себе ненадолго, пообещав прийти через полчасика. Выйдя из автомобиля возле номеров Сан-Рэма, довольный собой Лихтерн собрался рассчитаться с водителем автомобиля Захаром Чуриловым по кличке Зоська и поджидавшим здесь же хозяином автомобиля Гореловым. И вот тут-то и случилась неприятная неожиданность. Он обнаружил, что бумажника с 300 рублями и личного торгового документа при нем больше не было. В результате этого происшествия Лихтерну пришлось отдать шоферу свой серебряный портсигар, а уже на завтра идти в полицию и писать заявление. Надо ли говорить о том, что никакая Шура Тарнаполь, которой он дожидался в этот вечер, так к нему и не пришла. А впрочем, никакая Шура Тарнаполь прийти не могла, потому что ее просто-просто не существовало. Произведенным дознанием было выяснено, что под этим именем скрывалась Дарья Петрова. А вот ее подруга, отрекомендовавшаяся Галей Южиной, была никем иным, как Аграфеной Шмелевой. Что же касается кошелька Лихтерна, то он исчез в то время, когда доверчивый поляк подвозил свою подругу из шашлычной к тому месту, где она якобы проживала. Эх, Лихтерн, Лихтерн, плакали твои денежки. Впрочем, плакали они не у тебя у одного. Так, в июне 1913 года мещанин Степан Мануйлов, проживающий на Притеченской улице в доме номер 42, заявил полиции, что неизвестно кем из кармана его пальто, висевшего в незапертой комнате, было похищено 13 рублей. По подозрению в этой краже был задержан крестьянин Николай Минеев, который в краже осознался, но объяснил, что он и думать не думал, красть что-либо у известного ему человека. Но когда вошел в комнату, увидел висевшее там пальто, заглянул в карманы, где оказались деньги, и не смог устоять. Так разве ж я виноват? Удивлялся потом Минеев. Кто же в карманах деньги оставляет? Видать, лишние они у него, коли смотреть за ними не может. Ну и еще несколько Притеченских историй, одна из которых произошла осенью 1913 года. 16 сентября в 9 утра в уже знакомую нам третью полицейскую часть явился заведующий электрической станцией Юрина, помещавшийся на Притеченской улице в доме номер 52, и заявил, что им обнаружена кража электрической энергии со станции. Как это могло случиться? А вот как. Некто Траканов, проживающий на Николаевской улице в доме Путинова, сумел присоединить два провода к воздушному проводу со станции. Причем сделал он это без предохранителя, в результате чего на станции Юрина уже сгорели две пробки и испортился рубильник. А вот эта история музыкальная 6 сентября 1913 года в биоскопе «Люкс» на Притеченской улице под прапорщик музыкантской команды измаильского полка «Салин» встретил бежавшего еще в мае 12-го года из этой же команды Павла Пономарева. Встретились, так сказать, два музыканта на одном киносеансе, после чего один из них отправился на гауптвахту. Вот так и жила когда-то еще одна Самарская улица, называвшаяся Притеченской, а позже превратившаяся в Некрасовскую. И бросил я в угол это жеванное папье-маше с подливкой из острой водки, сказал, как отрезал когда-то Тургенев о поэзии Некрасова. А мы с вами эту улицу в угол бросать не будем. И обязательно на нее еще вернемся. Но положить на полку зубы. А сегодня нищий я готов. Был в шубе, а ушел без шубы. И, извините, без штанов. С вами был Михаил Перепелкин. С вами был Игорь Негода.